Но контекторы, они бывают самые разные. Вот я покажу вам сейчас то, чем обычно защищают руку при работе на снарядах. Дайте посмотрим. Первый, самый первый. Это бинты. Они бывают самые разные. Они бывают разной длины, разной плотности, разной эластичности. Из материала разных бывают они и разные соответственно фирмы. Каких-то предпочтений у меня лично нет. Я использую самые разные бинты, но забегая вперед скажу сразу. Использую бинты я очень редко. Дальше поговорим немножко подробно. Дальше. Это шингарды. Шингарды. Это снарядные перчатки, которые защищают ваш руку. Они тоже разные бывают. Они бывают в виде варежек, то есть где пальцы закрыты. А бывают вот с такими, там резными пальцами. Также они бывают со вставкой вот здесь вот. Вот такая вставка. Что когда сжимается кулак, то в руке как будто палочка зажата. Бывает без них. Тоже разных фирм, разной плотности и разной жесткости. Вот. Об этом тоже чуть дальше. И перчатки. Опять же, разные фирмы, разный вес, разные унции. Разная мягкость, разная плотность, разная жесткость. Ну, я просто типичный показок, который можно в магазине приобрести относительно недорого. И еще одна вещь. Она не то, что руки защищает от ударов, но она защищает от другого совершенно. Это хлопчатобумажники, такие перчатки хозяйственные. Они бывают вот такими, ну, пупырышками, бывают без. Бывают они белого также цвета, что чаще. Ну, и они такие черные бывают, всякие. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы, вот их одеваете сначала, а потом уже сверху надеваете. Либо шингарды, либо вот эти перчатки. Для чего? Потому что руки потеют, да, в снаряде. И у вас будут просто промокать вот эти перчатки. Вы их потом просто в стирку выбросите. А эти снарядные перчатки ваши, ну, боксерские перчатки. Они гораздо меньше пропитаются потом. И поэтому гораздо дольше прослужат и леггидиенные руки. Это намного лучше. Да? То есть у вас не будет там она, ну, у них перчатка, там, соплевшая, с запахом. И с какими-то бактериями, которые там, ну, просто, для них это супер, это, сам, среда. Особенно это важно, если вдруг так просто получилось, что вы работаете в чужих перчатках. Ну, заводит свои, а ваш товарищ поделился с вами. Или просто в зале боксерского есть какие-то старые перчатки. И вы хотите надеть их. Зачем надевать вот такие, а потом, да потом такие. Или такие. Опять же, очень часто бывает так, не очень часто, а так должно быть, потому что перчатки надеваться должны очень туго, очень туго. И рука должна снять очень жестко плотную руку, да, на шинган. Вот. И снять потом, особенно рука пропотевшая, которая достаточно тяжело, трудно снимать. И если же вы одеваете, сначала торчат, вот так вот, да, одеваете ее пыльшками, разумеется, вовнутрь, да. Очень важно, и когда рука пропотела даже, вы что делаете? Вы снимаете, как обычный пыль, да. Сначала потягиваете пальцы. И за пальцем ее снимаете. Очень просто. И потом ее просто оттуда вынимаете. Все. И стирку. Вот таким вот образом это можно поступить.